Дай почитать. Совсем недавно Владимир Рябов представил авторский курс по фольклористике, мифологии и этнографии, а еще он ведет тематический паблик «Метла, дерево и печь». Любопытное посвящение Рябова. Эту книгу я, потомок русских крестьян, посвящаю моим прадедам – Сапожнику Андрею, Мельнику Кириллу, Печнику Степану и Леснику Матвею. В книге 13 глав дается определение демонологии. Это та часть мифологических представлений, которая относится главным образом к духам, хозяевам природного и культурного пространства, к демонам болезней и неупокоенным мертвецам. В основе книги – устные рассказы, воспринимающиеся самими рассказчиками не как собственное творчество, а как общее знание, полученное от других. Основой для книги послужили три жанра фольклора. Мифологические рассказы, другое название – «былички», сравнительно небольшие прозаические истории, повествующие о встрече человека с нечистой силой. Бывальщины – что-то промежуточное между «быличками» и волшебными сказками и поверье – короткие несюжетные высказывания мифологического содержания. В каждой главе мы сможем узнать о происхождении нечистой силы, о том, как звучит и как себя проявляет нечистая сила, о том, где обитает или появляется тот или иной персонаж. Когда он наиболее активен, прочитаем о функциях и характеристиках действиях мифологического персонажа. А еще сможем познакомиться с оберегами, методами задабривания и защиты и изгнания вредоносного персонажа. Думаю, что нам в Кирове с многочисленными фигурками Кикиморы интересен именно этот вредоносный, беспокойный, домашний дух женской ипостаси. Происхождение несколько. Кикиморы или младенцы, умершие некрещенными, или это дети, проклятые родителями. У Кикиморы странный интерес к женским работам, страсть к проказам, безобразию, мелким пакостям, вредительству. Вот такой милый талисман у нас в Кировчан, дорогие слушатели, 16+. Дай почитать. Дай почитать.